Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками, скульпторами Франтишек Музыйко. Чешский художник, видный представитель авангарда Чехословакии первой половины XX века, был членом «Девятисила» с 1921 года. Франтишек Музыкл, художник, графический дизайнер, сценограф, иллюстратор, редактор, профессор Академии искусств и промышленного дизайна в Праге. Родился 26 июня 1900 года. В 1925-м, после возвращения из Парижа, его опыт работы с Жоржем Браком и Пабло Пикассо заставил музыку изменить свой стиль живописи. Я цитирую эти видео. Его первые картины изображали натюрморты, архитектуру, затем он перешел к примитивистскому неоклассицизму. Он сосредоточился на пасторальных сценах и повседневной жизни. После Парижа радикально пересмотрел свою художественную поэтику, включил свой процесс в сюрреалистический элемент, новая живописная реальность, которая приняла форму лирического кубизма. На поэтику картин музыки повлияли работы Джорджа де Кирка и собственный опыт музыки как сценографа. В 1936-1948 годы отреагировал на гражданскую войну в Испании, оккупацию Числовакии и жесткость войны. Военный период музыки показывал муки и горе этого трагического времени с аллегорическими картинами. Его картины с воображаемыми пейзажами, мрачной атмосферой и резкими метафорами создавали ощущение драматического напряжения и темноты времени. В последние годы, в 1648-1974, тем его картин был окаменелый мир. Музыка стер различий между реальным и нереальным микрокосмосом и макрокосмосом. Его работы подчеркивали тяжелый символизм. Был редактором культурных журналов. Одним из первых его 107 сценических проектов является Джульетта Бугуслава Мартину в Чешском национальном театре. Разработал множество плакатов. Его символ плаката до сих пор является логотипом международного музыкального фестиваля «Пражская весна». Иллюстрировал многие книги, в том числе и Карла Чапика. Картин и рисунки художника находятся во многих чешских и зарубежных галереях, а также в центре Помпиду в Париже. Начиная с 1922 года, музыка неоднократно выставлялась в Чехословакии. В последние свои годы страдала болезнь сердца. Умер 1 ноября 1174 года в своем ателье в возрасте 74 лет. Ну вот так, вкратце, все то, что я нашел о Франтишке Музыка. Чешским художником, видным представителем авангарда в Чехословакии. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok